Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тихумин 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 к месту его проживания если же тхом завершается посреди этого города хозяина ирува запрещено выходить за пределы тхома поскольку в этом случае город не считается за площадью в четыре локтя 13 араха и это же закон будет в том случае если человек положил свои руки в дне не вдалеке от того места где кончаются две тысячи локтей отмеренные от его города если при его возвращении обратно в свой город две тысячи локтей кончились до того как он добрался до дома ему запрещено даже вернуться домой и такого мнения большинства мудрецов и такой же закон на практике а по мнению ашкеназим можно пройти весь город если там он будет ночевать но не за его пределы 14 араха ирух тхумен делают только для нужд заповеди например для того чтобы помолиться в меня не или поприветствовать своего раввина или товарища вернувшегося из путешествия или участвовать заповедь заповеданной трапезе или для того чтобы заниматься делами общины и или если человек сам возвращается из путешествия и хочет дойти до дома и тому подобное то есть то что мудрецы у нас как им сказали запрет выходить за две тысячи локтей от города может человек себе добавить еще тысячу локтей если положил томиров когда можно это делать только если он это делает для митвы не для того чтобы погулять там подальше и поспокойнее да ирух только в шаббат и в празднике тоже пятна салах они делают ирух тхумен не в шаббат не винтов и поэтому если им то выпал на пятницу а в шаббат человек хочет куда-то пойти он должен сделать ирух тхумен перед наступлением йомтова и также если он то выпал на воскресенье а человек хочет пойти куда-то в йомтов он должен сделать ирух тхумен в пятницу здесь дальше закон о том кто делает ирух собственным целом то есть без пищи это шуха нару глава 409 аллаха 7 закон о том как он делает он идет сам туда и встречает шаббат на том месте откуда он хочет пройти еще 2000 локтей то есть там уже еду он не оставляет он встретил шаббата это считается его местом жительства если он хочет пойти за город туда законом о том что делать если ем то выпал сразу перед перед и сразу после шаббата или о наших временах когда 2 м то идут подряд и человек хочет сделать себе ирух в один день с одной стороны а в другой другой смотришь рука нару глава 416 то есть участие 2 дня не умтал и человек хочет в один день пойти на запад а второй день пойти на сель на я знаю на восток нам тоже свои законы шестнадцатого в вещи и скотина принадлежащую человеку могут перемещаться на то же расстояние в тех же направлениях что и сам человек если же он одолжил их кому-то сдал в аренду или передал на хранение перед шаббатом тогда они имеют право перемещаться также как и тот у кого они сейчас то есть мои животные могут пойти туда столько расстояния сколько могут пройти может пройти тот владений кого они находятся если они у меня во владении столько сколько я могу пройти если я их передал кому-то другому сколько тот может пройти и даже если это не еврей тем не менее еврейские вещи и животные находящиеся у него имеет те же права перемещения что и он этот бой и более того даже вещи принадлежащие не евреем имеет право перемещаться так как если бы они из можно сказать так жили в том месте где находились в сумерке перед началом шаббата семена старых а вот это к нам это относится и тоже относится с почты он говорит так если не еврей принес фрукты относительно которых нет опасения что они сорваны сегодня то есть сорвали до шаббата это же относится к любой вещи если нет оснований опасаться что для ее производства сегодня не выполнял запрещенная работа но которые принесены из-за пределов тхума то есть ли он их то если он принес их для себя и для другого не еврея еврей имеет право пользоваться ими немедленно и даже съесть то есть гой принес фрукты и за гора и за пределы границы города если он принес для себя для другого гоя еврей имеет право и взять даже на шаббат и наемтов их и даже съесть однако евреи запрещено переносить их больше чем на четыре локтя но если не еврей внес их к нему в дом или если в городе устроен общий руф в этом случае их можно переносить по всему городу поскольку всякое место где можно переносить вещи считается находящимся в пределах четырех локтей если же они принесены для еврея то запрещены этому еврею и всем его домочадцам весь шаббат и после шаббата на время которое требуется для их доставки из-за пределов тхума он принес его из-за границы города нужно ему пройти полчаса час чтобы донести до города и принес он это специально для и лейдера и его семьи шаббат ему его семья нельзя будет это есть а после шаббата должен будет подождать еще один час чтобы прошло то время которым хотел сэкономить но тем не менее их можно перемещать в пределах четырех локтей или на все то расстояние где можно носить вещи если человек сомневается принесены фрукты из-за тхума или нет они также запрещены кроме как случае когда более вероятно что они не принесены из-за тхума здесь до этого мы говорили о том что когда он сто процентов знает что это было принесено из-за пределов города если сомнения мы устражаем но если можно предположить что скорее всего принесли оттуда откуда можно было тогда можно есть и 18 глава в этой главе говорит так известно что законы тхума действует только в пределах десяти кулаков от земли на расстоянии метра земли поэтому если человек взошел на корабль в пятницу до наступления шаббата и этот корабль отплыл даже очень далеко тем не менее когда в шаббат корабль достиг порта и это человек сошел он имеет право пройти от места высадки 2000 локтей в любом направлении поскольку можно быть уверенным пока корабль плыл пассажир все время находился выше 10 кулаков от земли место то есть это место проживания его место проживания его не определилась пока он не ступил на землю то есть мы с вами говорили тоже то что над землей называется маком птор нельзя переносить ниже 10 локтей выше 10 локтей нельзя переносить по мудрецам который там меньше запретов если же тот человек если же этот человек в шаббат сошел с корабля а потом вернулся обратно уже после того как побывал шаббат на берегу его место проживания на этот шаббат там где он сходил на земле на перроне и если после этого корабль отошел от от этого места больше чем на 200 тысяч локтей тогда от места куда он приплыл он может отойти не более чем на 4 локтя на всякий как всякий кто вышел за пределы тхума и также если шаббат корабль побывал в таком месте где от палубы до земли меньше 10 кулаков это место стало местом проживания пассажира на этот шаббат если же он сомневается было ли корабль в шаббат в таком месте или нет на практике можно считать что он не был на этом и закончили эту главу барухадуна или улам амин ве амин